О наболевшем к уполномоченному. Свой прием областной омбудсмен Екатерина Семенова начала совместно с представителями района и городской власти, чтобы максимально эффективно в ходе совместной работы найти решение каждой озвученной проблемы. А их было немало. Вопросы, с которыми жители Одинцовского района спешили обратиться к уполномоченному, касались развития транспортной инфраструктуры, отмены льгот на проезд в Москве для пенсионеров, очередности в детские сады, капитального ремонта домов, выделение земельных участков для ветеранов. К Екатерине Семеновой обратились жители дома 15 на Можайском шоссе. Подвал панельной пятиэтажки 1964 года постройки, по словам жильцов, на протяжении последних 11 лет затапливает. В 2014 году в администрацию городского поселения Одинцова поступили 17 обращений от инициативной группы, которая обеспокоена состоянием несущих конструкций здания. Технический обследователь подвал просто крайне необходим. Крайне. У нас сыпятся панели, у нас есть квартиры, которые в панели потреснуют и сыпятся. Электроснабжение полностью все сбили. Просто страшно говорить об этом. Есть опасность. Если сегодня выйдет подрядчик на кровлю, обрушение будет неминуемое. И это надо просто признать и увидеть это. Тогда, если мы не можем как-то так решить, давайте технические специалисты привлекаем. Глава городского поселения Одинцова Александр Гусев прокомментировал ситуацию. Деньги на освод воды решены. Они найдены. Но вы не нашли в точке. Мы решили, как это сделать. Вы это знаете. Мы еженедельно этим вопросом занимаемся. Со слов жителей, я понимаю, что есть проблемы с несущими конструкциями. Как с крышей, с фундаментом, с трещинами. Может быть, это нарушение теплоизоляции швов, если это панельный дом. Александр Гусев, у меня к вам большая просьба. Мне бы очень хотелось видеть все акты за последний год относительно этого дома. Межведомственная комиссия, которая что-то там признает. Я так и не могу понять, что. На сегодняшний день дом не является аварийным. Жители пятиэтажки настаивают на обратном и призывают городские власти провести необходимые исследования. В ходе приема Екатерина Семенова решила посетить 15-й дом на Можайском шоссе в ближайшее время. Все обращения, которые проходят на личном приеме, на выездном приеме, я ставлю на свой личный контроль. Более того, мы достигли с коллегами из районных властей полного понимания контакта для того, чтобы все вопросы и обращения, которые сегодня происходят, довести их до результата. Всего на приеме областного омбудсмена побывали более 10 человек, были озвучены свыше 20 вопросов. Но обратиться за помощью к уполномоченным по правам человека в Московской области Екатерине Семеновой можно по телефону горячей линии 8-495-650-2038 или написать письмо на электронный адрес. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Вы увидите, вы будете.